Похоже, весь поселок Торосово от мала до велика собрался во дворе у школы. Повод самый, что ни на есть приятный и праздничный – открытие пришкольного стадиона. Ребятишки начали его осваивать, не дожидаясь официальной церемонии. А тут настоящее раздолье для любителей спорта. И футбольное поле с искусственным покрытием, и гимнастические снаряды, и беговые дорожки, и поля для игры в волейбол и баскетбол. Временно исполняющего обязанности губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, вице-спикера законодательного собрания Вадима Густава и руководство Волосовского района встретили по старинному русскому обычаю – хлебом с солью. Уже стала хорошей традицией в канун 1 сентября открывать универсальные спортивные площадки, вот такие как эта площадка, она абсолютно стандартная по программе «Газпром детям» и развития спорта в Ленинградской области. Мы эти площадки строим совместно с «Газпромом» в соотношении 50 на 50, 20 площадок в этом году строит «Газпром» и 20 площадок правительства Ленинградской области. Суть этой программы – чтобы каждая школа Ленинградской области имела современную спортивную площадку. После завершения речей и перерезания красной ленточки Александр Дрозденко открыл спортивную площадку, скажем так, неофициально. Есть в Волосовском районе поселок тезка областного центра в Центральной России – Курск. Там состоялась закладка первого камня в строительство Дома культуры. «Уже в этом году выделено 50 миллионов, и мы рассчитываем, что подрядчик уже выйдет на ноль и начнет уже делать конструктив здания. А в этом году и в следующий год мы планируем проплатить основные деньги для строительства, то есть еще 130 миллионов рублей. Срок указа нормативный – июнь 2017 года, но если мы все вместе, и вы, общественность, и я будем контролировать подрядчика, я думаю, что у нас есть реальный шанс получить Дом культуры раньше нормативного срока». Закладной камень был освещен и начался отсчет времени до открытия Дома культуры. А вот новый фешерский-акушерский пункт в Курске уже готов к приему пациентов. Курское сельское поселение не из маленьких. В него входят 13 населенных пунктов. Так что ФАП для селян очень и очень кстати.